В этом ролике мы поговорим с вами, что такое инсулино-резистентность и как на нее повлиять и как ее выявить. Напоминаю, медицинский психолог, нутрициолог, очень давно работаю с людьми. Я знаю, что инсулино-резистентность это история, связанная с депрессией, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с ожирением, в общем, с диабетом, с не очень приятной историей. И на этом можно повлиять. Действительно, наряду с термином инсулино-резистентность существует концентрация синдрома инсулино-резистентности и метаболического синдрома. И когда мне говорят о том, что я просто устал, у меня просто нет сил, у меня просто тромбы, просто какая-то высокая предрасположенность к атеросклерозу. Другой момент, прямой метод, действительно очень важно измерять уровень глюкозы, инсулина натощак и другой момент влиять на питание. Действительно, инсулино-резистентность есть очень у многих и я в этом видео расскажу, как профилактировать и как с ней работать. Инсулин это гормон белковой природы, секретируемый бета-клетками поджелудочной железы. И это своеобразный полицейский, существующий строгий надзор за уровнем глюкозы в крови. И при ее повышении, включающий разнообразные механизмы и действительно способы возвращения к начальной точке. Другой момент, если мы с вами говорим про то, что очень-очень важно работать с этой историей, по-другому никак привыкли. Частое дробное питание на каждое поступление пищи, секрет инсулина выбрасывается. Другой момент, недостаточная физическая активность, избыточное потребление простых углеводов. Да, и такие простые сахара, глюкоза, сфруктозой, полисахариды, все это влияет. У меня, например, полиморфизм в генах и, соответственно, конечно, генетика далеко не всегда занимает лидирующее место, но она тоже влияет. Напоминаю, что если по генам есть это исследование, то достаточно сильно будет человек страдать. Другой момент, хронический стресс, это гормоны коры и мозгового вещества надпочечников, выделяемые при действии неблагоприятных опасных факторов. Стимулируют сами уже повышение глюкозы и, соответственно, здесь нам нужно или бежать, или восстанавливаться. Поэтому инсулинорезистентность это история, которая нарушает передачу внутреннего сигнала и постоянное ощущение голода, желание перекусить. Это достаточно серьезная проблема. Плюс акне, избыточный рост волос, СПК, отечность, снижение текучести желчи, красные точки по телу, давление, появление попелом. Все это история с инсулинорезистентностью. Бывает также еще параллельно идет синдром избыточного бактериального роста, сибордиарея, тошнота, урчание. В общем, достаточно неприятная история вида инсулинорезистентности. Это физиологическая с возрастом бывает, но бывает вызвано, собственно говоря, вами же самими. Поэтому, если вы хотите с этим работать, сдавайте глюкозу, инсулин, индекс хома и работайте также параллельно с анализами гомоцистеина, кортизола, АЛТ, АСТ и пролактина. Про питание я рассказывала уже в другом видео. Но повторю, что здесь важно работать с рафинированным сахаром, с крахмалом, с пивом, с вином. Отказаться на время от молочных продуктов, чипсов. И рекомендуется рассмотреть палеодиету. Здесь мы говорим с вами про мясо, предпочтительно курица или индейка, жирная рыба, не крахмалистые овощи, яйца, орехи, сезонные ягоды. Это хорошо. Другой момент. Биологически активные добавки можно поделить на две категории. На восстановление и дефицит корректировку. То есть здесь мы говорим про магний, хром, миоинозитол, таурин, омега-3. Это все влияет на инсулинорезистентность. Я бы добавила еще солодку, корень джинжени, ашваганду и чай тулси. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы и я вам дам обратную связь.